Рецептурные лекарственные препараты стали продавать в поселковых, фельдшерско-акушерских пунктах. Это стало возможно после изменения в законодательстве. Таким образом, власти пытаются решить проблему доступности медикаментов на селе. Ведь раньше жителям небольших населенных пунктов приходилось преодолевать десятки километров, чтобы купить упаковку таблеток. Подробности в репортаже Светланы Круковской. Грамм ковид и спутник. Вакцина от коронавирусной инфекции есть даже в труднодоступном поселке. За десятки километров от цивилизации, в тайге. Но с другими медикаментами в фельдшерско-акушерском пункте, в Горном, не густо. В распоряжении медика таблетки от давления, обезболивающие сердечные капли. Только то, что можно купить без рецепта. Аптечку для местных жителей, а это в основном пенсионеры, пополняет сам фельдшер, когда выбирается в ближайший населенный пункт. Не чаще одного раза в несколько месяцев. У нас раньше был аптечный пункт, через Цитомина мы получали, когда была основная аптека там. А теперь все это закрыли и получается под заказ привожу я сама лекарство. То есть кому что надо и уже примерно людей знаешь и ввезешь то, что знаешь. Ну это в основном давление. Да, да, да. Обезболивающее давление. В основном натирание. С этого года в работе ФАПов, в том числе и в труднодоступных населенных пунктах, произошли изменения. Теперь по закону такие медицинские учреждения могут получить лицензию на торговлю лекарственными препаратами. В том числе и рецептурными. Специалисты, имеющие медицинское образование, как бы высшее или среднее, могут пройти переподготовку по программе розничной торговли лекарственными препаратами. Перечень у нас утвержден правительством Российской Федерации. То есть это препараты, входящие в минимальный ассортимент. Препараты жизненно необходимые. Препараты, отпускаемые льготным категориям граждан. А вот наркотическими или психотропными препаратами торговать в ФАПах не смогут. На реализацию таких медикаментов эта лицензия не распространяется. На аптечном складе в Сургутском районе работы прибавилось. Сотрудники формируют десятки коробок с лекарствами для фельдшерско-акушерских пунктов, уже получивших разрешение на продажу рецептурных таблеток. Товар, когда собран, отдаем его на маркировку. Медикаменты ФАПы отправляют с аптечного склада еженедельно машинами и даже по воздуху вертолетами. В Югре уже более сотни медицинских организаций получили лицензию на розничную торговлю препаратами. С предложением упростить продажу лекарств сельским медикам выступил Общероссийский народный фронт. Они получили специальное разрешение и это является как раз инициативой Общероссийского народного фронта. В том числе и в труднодоступных отдаленных населенных пунктах. Итак, плюс еще 102 обособленных подразделений медицинских организаций, а именно 65 фельдшерско-акушерских пунктов, значит 33 врачебные амбулатории и 3 филиала районной больницы. В Югре еще два фельдшерско-акушерских пункта сейчас находятся в процессе лицензирования. В ближайшие несколько месяцев общественники проверят поселение, где нет аптек. Но есть ФАПы, опросят сотрудников и местных жителей о доступности лекарств. О проблемах доложат в региональный департамент здравоохранения. Светлана Круковская, Роман Трубин, Вести Югория, Сургутский район.